Спасибо большое, уважаемые члены президента, уважаемые коллеги. И огромная благодарность организаторам, что имею честь выступить на столь представительном, столь высоком и высокоорганизованном форуме. А будьте добры презентацию. Ну, выше выступающие докладчики уже рассказали об общих проблемах, о направлениях. И сейчас разрешите уже как бы к одному из, я считаю, основных направлений. Это выявление, диагностика, первичная диагностика. И я благодарен организаторам, что включили именно вот этот доклад в отношении диспансеризации. Это государственная программа, и есть определенные опыты и результаты. Я буду говорить на примере Татарстана, хотя можно говорить обзор, делать по России, но это не очень предметно будет. Хотя, уверяю вас, пришлось побывать во многих регионах России, прежде всего в Приволжском федеральном округе, по поручению Министерства здравоохранения. И что происходит, понятно уже. Здесь принципы скрининга представлены на слайде, который определил еще в 1968 году, определила Всемирная организация здравоохранения. И когда говорят, что диспансеризация – это не скрининг, это нечто непонятное, давайте, наконец, займемся скринингом. Посмотрите, вот эти все принципы, они четко выполняются тем онкологическим компонентом диспансеризации, который, собственно, и погружен в программу диспансеризации определенных групп взрослого населения, то, что существует эта программа в Российской Федерации. Локализация, выявляемая при его скрининге в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения – это, по данным 2018 года, по республике Татарстан, видите, 54% всех случаев злокачественного образования. Это все-таки достаточно много. Но по многим локализациям просто не существует никаких методик раннего выявления, случайной находки, или это нужно сплошным методом делать, или компьютерную томографию и так далее, что в масштабах популяции, в общем-то, это делать невозможно. Почему мы здесь еще и кожу, и рот, и глотку? Потому что это визуальная локализация, это можно все-таки, и мы стараемся, и включили эту программу, чтобы во время диспансеризации это было осмотрено и зафиксировано. Мы централизовали все анализы, все тесты на базе уполномоченных лабораторий. Мы прошли достаточно большой путь, мы делали свои пилоты еще с 2010 года, мы опробировали различные методики, в том числе разные тесты на скрытую кровь в калии и так далее. А вот с 2013 года, когда стартовала эта программа уже в масштабах страны, мы очень много старались работать. Мы, онкологи Татарстана, поскольку мы понимали, что больше некому, никто так не понимает важность ранней диагностики и как это делать. Хотя это не наша война, это, собственно, прерогатива общей лечебной сети. Но онкологический компонент диспансеризации мы как бы организационно-методически курируем. И стало понятно, что в каждой клинике, в каждой ЦРБ, поликлинике не выполняются стандарты. Мы централизовали. Тогда стало легче управлять этим процессом. И Министерство здравоохранения, ФОМС пошел на это. Общий объем выполненных работ в рамках этой программы в 2018 году в Республике Татарстан. Много это или мало? Это много, если делать все правильно, все хорошо, все доводить до ума. Потому что ни один приказ сам по себе не работает. Нужны технологии, нужно отрабатывать, отрегулировать каждый винтик, каждый сегмент этой работы. И вы посмотрите, даже по сравнению с 2017 годом, а если мы сравним с 2013-2014 годом, достаточно большие продвижения. То есть мы все лучше и лучше, за год этому не научимся, я вас уверяю. И вот жирным шрифтом выделено то, что собственно приказом и определено то, что имеет технологии раннего скрининга. Молочная железа, ободочная и прямая шейка матки, предстательная железа. И вы посмотрите, всего выявлено 16%, это уже больше, чем даже в 2017 году, из всех выявленных в 2018 году. Это большой успех. Начали мы с 7,8%. Я так думаю, что если мы все правильно бы выполнять, до 30% всех злокачественных образований на территориях можно выявлять в рамках программы. А это много. Это другие стадии. Это другая совершенно уже медицина. Понимаете? И мы уже не будем только ремонтировать, а можно и предупреждать. Количество и процент выявленных в рамках этой программы в ранних стадиях. Ну, условно, конечно, вторая стадия, вы сами понимаете, называть по многим локализациям ранние. Но тем не менее, мы пока вот на таком этапе, что мы оперируем этими сведениями, вы видите, все-таки это достаточно большой. Причем мы сюда включили и трахеи, и бронхи, и легкие, поскольку флюорографию учитывали. Но просто для сведения. На протяжении трех лет, вы видите, из года в год увеличивается количество выявленных первой и второй стадии, процент первой и второй стадии в рамках программы диспансеризации определенных групп взрослого населения по сравнению с общей популяцией в республике Татарстан. Ну вот, какие проблемы все-таки, какие сложности? Это низкий процент направлений на дообследование пациентов с патологией, выявленных на первом этапе. Вы знаете, это не только в Татарстане, это кругом и везде. Причем в одной территории мы вот в рамках мультидисциплинарной команды, когда выезжали по заданию Министерства здравоохранения Российской Федерации, я спросу, а что вы делаете при выявлении отклонений, то есть выявлении кала на скрытой крови, значит, скрытой крови в кале? Отправляем к терапевту. Для чего? Ведь жалоб нет. Ничего нет. Зачем? Тест только положительный. Ну, чтобы случай закрыть. А куда отправлять терапевт? Ну, к колопрактологу. А он что, есть такой? Понимаете? Это чрезвычайно. Нет списков, отправленных на колоноскопию. Даже списков нет. Я не добился этого. Понимаете, это большая проблема. Ошибки по возрастам. Потом я чуть позже скажу, откуда эта проблема. Ошибки по возрастам в персональных данных. Повторное направление на дообследование. Некачественный биологический материал. И все это требует, конечно же, коррекции, работы на каждом этапе. Обучение специалистов. Причины низкой явки на втором этапе. Вот здесь, это прежде всего, что нет специальной персонифицированной программы. Нет учета пациента с выявленной патологией после первого этапа. Причем, если выявлен рак, все просто. Попадает в онкологическую службу, в нашу, так сказать, под наше внимание. А если это дисплазия, если это предопухолевая патология, доброкачественная и так далее, это все, к сожалению, может потеряться. Нехватка ресурсов. Это основная проблема. И то, что я говорю, что отправили к терапевту, колопрактологу и так далее, даже целей таких не ставят. Сколько там обследовать, сколько сделать колоноскопии, сколько сделать таких и таких дообследований. Потому что зачастую вот эти программы не сбалансированы с ресурсами. И когда мы делаем программы, региональные противораковые программы, более такие масштабные, нужно учитывать. А есть ли эти ресурсы? И когда мы требуем, ставим цифры, потому что зачастую целью основной становится охват, освоение денег, но не выявление патологии. Вот в чем проблема. Нет единого алгоритма проведения дообследований. Специализированные онкологические учреждения, медицинские организации направляют им менее 50% от подлежащих дообследований. Мы проанализировали даже в масштабах Республик Патарстан. В 2016 году на второй этап дошли только 50%. Это не из того только, что они не хотели или не информированы, а потому что не созданы условия. Нет необходимой инфраструктуры. В лучшем случае их ставят в общую очередь с больными. Но с больными-то проще. Они и в очереди постоят. У них есть мотивация. Со здоровьем гораздо труднее работать. Здоровый – это человек совершенно другого порядка. Мы привыкли работать с больными. Какие мероприятия по решению этих проблем? Мы создали базу данных на всех пациентов с выявленными отклонениями при скрининговых исследованиях, проводимых в республиканском, хотя бы онкологическом диспансерии. Потому что многое мы централизовали по программе диспансеризации определенных групп взрослого населения на себя. Результаты с отклонениями вносятся регулярно по мере выявления с указанием персональных данных пациентов для облегчения их идентификации на местах. Списки формируются по каждому району. То есть очень точечно и адресно. Пластичная модель расчета объемов исследований в рамках этой программы, исходя из ресурсной обеспеченности в медицинских организациях. Это чрезвычайно важно. И вот мы эту программу, это буквально свежая, последние полтора-два года, рассылка данных по медицинским организациям республики по защищенному каналу связи. Они вносят все персональные данные. Затем уже в уполномоченной лаборатории заполняется вот эта часть, когда есть уже данные тестов. А затем мы отслеживаем, а что сделали. То есть появляется инструмент управления. А что сделали при отклонении? Направили ли на колоноскопию? Результат колоноскопии? Или там другие исследования? Причем мы стандартизовали, и стало понятно, что необходимо, какие дополнительные исследования при подозрении на злокачественное образование. Что нужно сделать при маммографии и при соответствующем биратце? Жидкостная цитология. При положительном ПСАА, что нужно сделать? Ну и естественно при колоноскопии, при тесте скрытой крови в калии более 50 нанограмм на миллилитр. Мы этот тест определили, причем с производителями, а потом опытным путем. Меньше это, как правило, это ложноположительное, больше это уже можно пропустить, а вот 50 – это то, что нужно. Мало того, мы всегда находим патологию. Это не обязательно рак. Это может быть воспаление, это может быть язвенный колит, это может быть что-то другое. Но патология находится практически в 99% случаев. Ну и вот здесь я хочу на этом примере показать, почему нужны обязательно рассчитывать ресурсы. Ведь вы знаете, в противораковой программе вообще в этих целях нет обеспечения первичной сети. Специализированные учреждения обеспечиваются ресурсами. А нам необходимо, и здесь чрезвычайно важно, уже прозвучала доступность диагностики прежде всего. Ведь нужна, все-таки лошадь должна быть впереди телеги. Если нет диагноза, лечить-то нечего, собственно, и непонятно как. И вот посмотрите, вот если, причем я не против, я за то, чтобы маммографию делали 40 лет с этого возраста. Но если вот ресурсы по республике Татарстан, если вот взять 40 лет по 69, посмотрите, сколько женщин нужно смотреть. 835 тысяч. Ресурсы на маммографические обследования только на 225 тысяч. Вот если раз в два года смотреть, мы можем смотреть только женщин с 50 до 69. На это хватает ресурса. А остальное, если мы заставляем систему работать, что это? Это приписки, это отчеты, деньги будут освоены. Это в Татарстане, где мы это очень четко прослежим. Конечно, жаль, что я говорю это при Евгении Геннадьевиче, потому что скажут, вот Татарстан какой, да? Но это лучший пример. На самом деле в стране происходит совершенно другая. Есть программы, их браурно принимают, отчитываются, но результата нет. Ранней диагностики нет, не улучшается это. Ну и мы сегодня огромные средства направляем на химиотерапию. Нужна химиотерапия? Конечно, нужна. Нужно это обращать. Но если нет диагностики ранней, уточняющей диагностики, а в этом очень большие проблемы. Тем не менее, мы продвигаемся вперед, и вы посмотрите, как меняются стадии, да, выявленных. Вот так мы потихонечку поднялись в основном с 18% первых стадий до 29%. И с 40% до 46% по вторым стадиям практически не меняется треть-четвертая стадия. Вы знаете, да, это же и биология, да, это агрессивные формы, их определенное количество, это такое население и так далее. Это не только по молочной железе. Вы обратите внимание, по другим нозологическим формам то же самое происходит. Очень трудно управлять вот этой четвертой стадией, она там уже. И в отношении структуры онкологического кластера Республики Татарстан. Ну, я часто привожу вот этот треугольник, и понятно, что первичная сеть – это основа основ, и с ней надо работать, ее насыщать надо и кадрами, и так далее. И национальный проект здравоохранения нацелен на эти, есть определенные цели. Но вот что происходит? Понятно, что в мелких районах и так далее невозможно организовать все по диагностике. Но были созданы, и спасибо 915 приказу или тем, кто его создавал, придуманы межрайонные онкологические отделения. Сегодня мы говорим о ЦАОПах – Центре амбулаторно-онкологической помощи. Что это? Да это ничто иное, как вот эти межрайонные онкологические отделения, потому что других создать невозможно. Потому что межрайонные онкологические отделения, они уже созданы там, где есть ресурсы, там, где есть онкологи, там, где есть какая-то аппаратура, и их нужно достраивать и оснащать. Какие в первую очередь должны быть у них цели? Это, конечно же, диагностика. Это, конечно же, надо их насытить оборудованием и дополнить кадрами для того, чтобы они выполняли прежде всего диагностические и маршрутизацию. Нужно дать им возможность по химитропе? Конечно. Дополнительную возможность. Это не должно быть основы основ. Это я просто, ну, это, наверное, боль многих онкологов. Ну и, конечно же, первичные онкологические кабинеты, которые здесь отмечены, они выполняют свою чрезвычайно важную роль, и она уже встроилась в систему. Ну и для достижения индикативных показателей все важно, и материально-техническое обеспечение, конечно же, кадры, создание референсных центров, отладка тех процессов, о которых я говорил, тогда будет нормальный скрининг внутри программы диспансеризации. И выводы. Убежден, что единственный работающий инструмент на популяционном уровне сегодня в России, позволяющий повысить долю ранних стадий злокачественного образования, это диспансеризация определенных групп взрослого населения. Убежден. Деньги выделяются из года в год, и нужно, чтобы они работали. Огромный день. Только на первый этап диспансеризации, только при Волжском федеральном округе выделяется более 5 миллиардов рублей. Но они могут уйти в трубу, в гудок, если они делают нормально. Онкологический компонент отвечает принципам национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ну и необходимо обеспечить ресурсами первичной медико-санитарной организации для достижения заявленных национальных стратегий и задач. Это чрезвычайно важно тогда, когда мы сейчас формируем и региональную, и в целом национальную онкологическую программу. Без этого компонента, без первичной сети, без выстраивания и понимания, где ресурсы, где, так сказать, мы ставим цели, что нужно для этого, невозможно дальше двигаться. Спасибо за внимание. Кому угодно задать вопросы. Пожалуйста. Александр Федорович, конечно, традиционно. Спасибо за очень хорошую информацию. Мы ее понимаем. И вы абсолютно правильно отметили, что невзирая на современные технологии, хорошие методики, которые позволяют видеть неинвазивные формы рака сегодня, ранняя диагностика в стране очень медленно, мало изменяется. Конечно, в значительной степени это связано с тем, что мы занимаемся вплотную в основном активным населением. Вот смотровые кабинеты ходят одни и те же. Мы знаем на скринге профосмотры одни и те же. А 75% так называемого пассивного или мы его у себя называем темное население никуда не ходит. Вот что в Татарстане делается, чтобы вот этот пласт поднять? Потому что поднимем, тогда только начнет снижаться запущенность и смертность. А так на 25% мы так и останемся на прежде к цифрам. Спасибо. Спасибо, Александр Федорович. Великолепный вопрос. Это огромная проблема. Согласен, поскольку мы этим делом давно занимаемся. И понятно, что именно так, как вы говорите. Я даже помню, как я проезжал мимо одного крупного районного центра. Думаю, ну совершенно другая была цель, другая командировки. Заеду, узнаю, как там. Зашел в смотровой кабинет. Пока еще главный врач меня не увидел и так далее. Ну что, как, что происходит у вас, как вы тут работаете? Много народа. Да. Откуда вы их берете? А смотровой кабинет еще тогда был нацелен как раз на работу со здоровым населением. Ну, выяснилось очень просто. Акушер смотрового кабинета мне все честно, пречестно рассказала, что они загоняют каждый раз тех, вот этих тех, потому что персонализированного учета нет, всех, кто обратился в поликлинику. Ходит женщина 20 раз, значит, в год в поликлинику. Она будет 20 раз туда загнана и отчет великолепный. То же самое и сейчас происходит. Вы абсолютно правы. Что в Татарстане было предпринято? Мы посмотрели, проанализировали. Вот этого слайда нет, но в предыдущих докладах многие слышали уже нас. Мы показывали, вот кто пришел в 2016 году, кто должен был прийти на диспансеризацию и кто пришел. Вот трудоспособное население не пришло. Только четверть из тех, кто должен был прийти, пришел. Зато пришли, как мы говорим, пионеры и пенсионеры. Вот. Что мы предприняли? Это большая работа, я согласен. Во-первых, был президентом республики Тарстан объявлен год борьбы со злокачественным образованием. А раз такой год борьбы с раком был объявлен президентом, значит, средства массовой информации включились, руководители предприятий и так далее, были лекции, огромная информационная кампания. Были торговые центры включены, там флешмобы всякие и прочие, все современные технологии. Значит, ресурсы этих вот всех гаджетов и так далее. То есть, вот это. Затем, что пришлось сделать с трудоспособным населением, которых или сами боялись идти, или их не отпускали и так далее. Мы пошли. То есть, пошла промышленная, так сказать, медицина. Мы пошли. То есть, здравоохранение пошло в эти трудовые коллективы. Собственно, им рекомендовало правительство. Это большая работа, и у каждого есть в этом плане ответственность. Не только у населения. У населения тоже должна быть ответственность, и это надо как-то закреплять и законодательно. Есть у здравоохранения, но есть и у государства, у власти, у руководителей предприятий и у средств массовой информации. Не только нас журить, бичевать и, так сказать, показывать, какие мы идиоты, но все-таки еще и отвечать за то, чтобы... Или бороться против прививок, это же... Спасибо. Да, пожалуйста. Микрофон, если возможно. Кто у нас? Очень интересная презентация. Спасибо. Я приду вам в микрофон, пожалуйста. Сейчас, одну секундочку. Дайте, пожалуйста. Волонтеры наши сейчас подсуетятся. Спасибо. Спасибо. Очень интересная презентация. Я хотела бы знать ваше мнение. Как вы думаете, если бы Лариса Катринич, директор Института онкологии Кишинева, Республика Молдова? Вот если бы мы вовлекли первичное звено, мотивировали их в ранней диагностике, я... Вот ваше мнение изменило бы эту ситуацию. Почему я спрашиваю? Потому что мы попытались... У нас зарплата медиков состоит из двух компонентов. Фиксированная часть и за показатели качества. И вот к этим показателям качества мы включили такие показатели ранней диагностики первой-второй стадии, которые потом страховая компания приходит и проверяет, если отчет был правильным. Ну, конечно, шумиха была большая. Каждый был заинтересован. Все заинтересуются, дошел ли свой больной. Нет у нас еще каких-то статистических данных, к чему это приведет. Ну вот мне интересно, из вашего опыта, будет это с каким-то эффектом для того, чтобы ранняя диагностика действительно состоялась? Спасибо большое. Очень интересный вопрос. И во многих регионах России тоже или применялся этот опыт, или собираются применить. Хотя деньги это всегда дополнительные медикам. Я всегда за это. Пусть будут. Но не работает. Нигде не работало еще. По-настоящему. Отдельные случаи, отдельные люди получали деньги. Тогда в масштабах, если посмотришь на круг, по итогам нету. Прежде всего, нужно выстроить то, что я говорю. Выстроить технологии. Выстроить, чтобы было все как дважды два. Чтобы не думал человека к терапевту направить или туда, должен быть стандарт и возможности. Не просто направить, а еще направить туда, куда нужно. И там была технология. Что толку, если человек получит 10% или 20% от зарплаты? Ну и что? А в руках что? Он должен обучен быть этим технологиям. Понимать, что система может принять его предложение. Потом, что значит ранняя диагностика? Мы всегда принимаем онконасторожность, онконасторожность. Мы на другом этапе. Онконасторожность была тогда, когда я еще учился в институте. Но онконасторожность тогда была, как говорили. Первый симптом рака легкого – кровохаркания. Вот онконасторожность. Сегодня другие варианты. Да, конечно, если все-таки глаза есть, ты посмотри на кожу и так далее. Обрати внимание. Но, как правило, когда есть симптоматика, нет ранней диагностики. Должны работать вот те технологии, которые погружены в диспансеризацию. А потом за результат стимулирующие выплаты. Пожалуйста. Новочеркасский онконастор, главный врач. Селенков Николай Петрович. Ну вот мы говорим про работу со стороны медицинского сообщества. Врачи, медсестры, инфраструктура и так далее. Может быть, надо простимулировать и наших пациентов. Деньгами я имею в виду. Вот сейчас, да. По сколько рублей, чтобы прийти на… Хотя бы законом. Да, мы же материнский капитал, там, да. А здесь какая бы экономия была, да. Вы не пробовали в Татарстане выделить немного? Хороший опыт Германии. Вы же помните, мы все учились чему-нибудь и как-нибудь. Так вот, мы в свое время, когда хотели сделать страховую медицину в нашей стране, еще когда ее не было, мы, хотя именно в России все и зарождалось, но это было другое время, да, начало 20 века и конец, 19-го. Мы ездили в Германию и так далее. И вот в 90-м году, я помню, был в Германии, и был очень хороший опыт. Кстати, надо вот эти… это тоже учитывать. Если ты не пошел, вот это к тому, как мотивировать население, если ты не выполнил стандарт, так сказать, ответственности за свое здоровье, то есть не пришел на диспансеризацию, если ты заболел, ты потом участвуешь, соучаствуешь в оплате лечения. Это тоже хорошая стимуляция. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Калинин Евгений Владимирович, зав. хирургии Грозный онкодиспансер. У меня вот возникает вопрос, вернее, меня мучает, вот с начала докладов, это организация ЦАОП, банкологическая помощь, как это все будет построено, не будет ли это тем же смотровым кабинетом, которым мы вот сейчас рассуждаем, что там нет никого. Я вижу эту проблему в том, что там должен сидеть высококвалифицированный специалист, раз, и тогда, может быть, дело пойдет. Вот вопрос второй. А если... Да, да, да. Но я думаю, что этот вопрос интересен для всех, поэтому, Евгений Геннадьевич, может быть, тогда тоже вы ответили. Вопрос вот такой. У нас еще будет дискуссия после докладов, давайте пока зададим вопросы докладчику, вот он там стоит, ждет. Ну тогда вопрос такой. Не покажется ли вам, что вот эти ЦАОП... Да я вопрос уже понял, дайте я вам отвечу. В принципе, я уже ответил, ведь про эти межрайонные онкологические отделения амбулаторные и ЦАОПы. Я же вам сказал, сегодня мы их уже создаем, во многих регионах они созданы. У них не хватает ресурсов. Вот мы, например, ну, Татарстан, если кто знает, ну, есть вот такой районный центр, он крупный, он мощный, рядом мелкие, небольшие. У них нет ресурсов и у них нет квалифицированных кадров. Что-то могут делать в этих сельских районах сами, но многое берет на себя. Там есть два сертифицированных онколога, там есть маммограф, там есть компьютерный томограф. Но для того, чтобы они выполняли, но могло бы не быть, могло бы не быть, мы просто этим занимались. Но они нуждаются еще в дополнительном, в одном маммографе, они еще дополнительно нуждаются в двух колоноскопах, я уверен, в ультразыковом аппарате, в эндоскописте и так далее. То есть, если этим не заниматься, они превратятся в пустой смотровой кабинет. Если этим заниматься и понимать, что ты хочешь достигнуть, цели ты поставил нам президент, мы сами перед собой тоже цели ставим, то ты подумай, а как вся линейка этим обеспечена. Потому что никто, кроме нас, об этом не подумает. Это все об этом должны думать. И ставить вопросы. Потому что Министерство здравоохранения на местах должно этим заниматься. Но вот как выстроены особенности, особенно ранней диагностики злокачественного образования, знает онколог. Почему я вот как онкологическое общество с организатором онкологов и обращаюсь? Ну и к Министерству здравоохранения. Спасибо большое.